Два дня мне ничего не хочется делать, и я чувствую, что меня начало напрягать это состояние, я не люблю находиться в таком состоянии. Я была в таком состоянии долгое время, и мне это состояние, честно говоря, не нравится. Прям решила, поставила себе задачу взять себя в руки, и вот сейчас нанесла масочку, это угольная маска от Морикена, у меня уже закончилась, короче, сегодня последний раз я нанесла, вытягивает черные поры и черные точки, да, и у меня еще есть прыщики, завтра мы едем в Симферополь с мамулечкой, мне нужно выглядеть хорошо, потому что мы завтра будем общаться с большим количеством врачей, и поэтому нужно привести кожу лица в порядок. Камилочка со мной развлекает меня, мышка маленькая. Ну, а пока у меня масочка работает, у меня сегодня времени нет лежать, я сейчас буду чистить зеркала. Здесь не знаю, видно или нет, Камилочка свои пальчики понаоставляла, и это все надо поубирать. Дня мне так хотелось борща, но, честно говоря, было очень лень его готовить, и сегодня я решила приготовить. Я же много раз говорила, что мои дети не едят еду с красным мясом, поэтому бульон готовила на домашний куриц, а вот мясо мне есть не хочется. Здесь у меня перчик капи, петрушка зеленая, лук, укроп, помидорчики, это так вкусно, все, кто кушает, всем приятного аппетита. Мы сейчас тоже будем вкусно-вкусно кушать. Камилочка. Опа, да! Это второй раз в жизни. Это вкусы, что ли, у пимпочки нашей меняются. Первый раз она съела целый банан и готова была еще съесть, когда мы ездили в Тамань. Ива сейчас тоже я хотела поесть банан, она так смачно на него смотрит. Ничего себе! Ай-яй-яй-яй, так темно. Обалдеть! Сделай папа ярче. Она всегда так аппетитно кушает. Пимпа, ты нас удивляешь. Все же, правда говорят, что, как и обычные детки, так же и особенные детки, у нее с возрастом все меняется. Так же, как и вкусы могут меняться. Доброе утро, принцесса! Время без двадцати одиннадцать. Мы с принцессой только проснулись. А меня, как всегда, ждет Глажка. Но, девочки, Таня, сразу тебе говорю. Но, 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 это все гладить я сама не буду. Я это все переберу. Сложу аккуратно, что отпаривать, что гладить. Часть поглажу я, часть гладит коришка. Она мне сейчас очень хорошо, молодец, помогает. Она говорит, мамулечка, тебе тяжело долго стоять? Давай я тебе помогу. Я никого не напрягаю. Но вот коришка сама увидела и сама мне предложила свою помощь. А я не отказалась. Ну, Камилочка здесь, как всегда, вот это надо мне самой сегодня почистить, помыть. Вчера ночью такой ливень был. Боже, какие у меня грязные окна на лоджии. Надо, наверное, нам нужно на выходные попросить, чтобы он с той стороны хорошенечко их помыл. Пыль, отстройки, еще плюс дожди. Сделали свое дело. Мы закрывали, а так обычно не закрываем. Трамвайчик. Что у меня сегодня на завтрак? Это вот такой вот питьевой йогурт-активия без добавления сахара. Все, я уже минимизировала употребление с содержанием продуктов с сахара. Курага, финики. Это обязательно сухофрукты. Орешки у меня закончились. Надо будет купить обязательно, потому что у меня в рационе и у детей постоянно орешки. Это водичка и витамины для беременящих фенибион. Пока я их пью, у меня осталась последняя пластинка. Потом буду брать что-нибудь. Или фенибион, или, я не знаю, мне вроде как кумаса и херба что-то еще заказывала. Или если найду, то возьму элевит. Многие писали мне, девочки, мои зрители, чтобы пили во время беременности фенибион все триместры и во время окормления, что им эти витаминчики очень понравились. Но мне тоже их комфортно пить, нету никакой. И вот, знаете, как многие говорят, что после элевита есть неприятные ощущения. То здесь все комфортно. У меня и от элевита все хорошо. Поэтому посмотрим. После УЗИ уже будем решать, какие пить дальше витаминчики. Принесла кума заказ небольшой мой с херба. Это всего лишь две позиции. Она делала себе заказ и мой заказ включила к себе. У нее мама гинеколог. И она посоветовала такие вот витаминчики для беременящих. Это не витамины конкретно для беременных. Это просто витамины для женщин. Но для беременных они очень хорошо подходят. Здесь 60 таблеток в этой вот баночке. По одной таблетке один раз в день. Я сравнила состав с фенибионом почти похожий по дозировкам. Она говорит, что это все витамины, которые необходимы для беременной женщины. Вот такая вот баночка стоила, то есть она на два месяца 750 рублей. И также детям взяла вот такой вот кальций. Витамин В3. Это то, что нужно. Со вкусом лимона по одной чайной ложечке один раз в день. Классно. Кальций уже беру не первый раз. Такую погоду еле-еле себя заставила выйти на рынок. Хочется спать, укутиться в одеялко и не выходить. Но слава богу, хоть нет дождя. Но на улице пасмурно и прохладно. Неприятная такая погода. Не люблю такую погоду быть на улице. Но надо. Что сделать? Надо было купить маме авокадо, конфет. Потому что к ней каждый день заходят соседи, знакомые. Ее приходят в гости. Там чай, кофе каким-нибудь вкусняшкам, чтобы их угостить. Оставила это все на рынке. Чем будет идти обратно, зайдет, это все заберет. Себе взяла сосиски, халя, говяжи 3. Апельсинки для чая. И взяла сливочное масло. Я сейчас не ношу тяжелые пакеты. После того, у нас очень сильно перепугалась. Покупаю вот так вот по чуть-чуть. У нас, в принципе, есть продукты. Но что-то мне так захотелось. Макароны с сосисками. Вот пошла и купила. А так теперь будем на выходных ездить с мужем и закупаться тяжелыми, такими продуктами. Как там овощи, что такое тяжелое набирать. Чтобы потом только что такое не тяжелое, мелкое докупать. У мамы волосы уже начали активно падать. Но вот ей химик вчера говорит, Тюдземира, у вас парик уже что ли? Она говорит, нет. У меня, говорит, просто очень густые волосы. Она говорит, ну да, если бы были бы жидкие, они бы уже все упали. Уже начали очень активненько падать. Маме говорю, мамочка, не переживай, вырастут новые, красивые. Обычно многие говорят, что после красной химии, именно вот кто прошел красную химию, что волосы потом вырастают кучерявые. У меня у знакомых тоже они проходили через красную химию. Тоже вырастали волосы потом кучерявые. Напишите, пожалуйста, если кто-то через лето прошел, какие у вас вырастали. Потом они выпрямляются, но вот изначально они кучерявые. Я очень благодарна ее соседям, знакомым, нашим дальним родственникам, которые в такую тяжелую минуту настолько к нам приблизились, когда самые близкие отвернулись. Каждый день звонят. Вчера после химиотерапии начали ей звонить, сегодня звонить, заходить, приходить. Знаете, для любого больного человека очень важно внимание. И, знаете, в такие минуты, в такие моменты, да, никогда нельзя ни от кого отворачиваться. Потому что для выздоровления, да, еще нужна приятная атмосфера и очень нужна поддержка самому близким. Но мы ее, как можем, стараемся поддерживать. Я говорю, ее очень хорошо поддерживать. И ее соседи, знакомые, которые к ней каждый день приходят. Какая ты молодец, Карина, рукодельница прям. В общем, на уроке технологии у нее сейчас тема. Сшить юбку, да? А вы любой себе модель выбираете? Какую захотите? Ну, в общем, бабуля ей дала ткань. Мне кажется, такая симпатичная, классная. Ну-ка, покажи вот так вот, как она выглядит, твоя юбочка. Ну, еще надо доделать, конечно. А пояс какой у тебя будет вот здесь вот? Нет, ну здесь же надо как-то прострочить, чтобы было аккуратненько. Ты не хочешь учительницу попросить, чтобы она тебя аккуратненько прострочила? Я сама все делаю. Сама все делаешь? Ну, вообще, молодец. Сама тогда сделай. Спроси у нее, как это сделать. И вот здесь, Карин, внизу тоже. Там будет внизу. А, вот у вас уже, да, чертежи есть? Ну, и внизу тоже так постричите, будет стильно, мне кажется. Кореш, а у тебя ткань такая еще осталась? Да. Так, может, еще учительницу попросить, чтобы она тебе помогла топик сшить? Нет. Не хочешь, а что? Нет, не надо. Было бы классно, чего ты? Нет. Не хочешь попробовать? Лучше сумочку сшить. Ну, сумочка с такой тканью с шеей. Причем, прикольная юбочка, молодец. Это у мамы руки не оттуда, откуда надо. Да, пока она не сидит. Ну, давай. Я только еще для этих штук не сделала. Ну, потом, когда пояс сделаешь, сделаешь для этих штук еще себе. В общем, я такого вообще не по этим делам, а вот Кореша по этим именно делам. Ну, давай, я отключаю камеру, померь. Потом я тебя снова снимать буду. Ну, вот так вот сейчас выглядит юбка. Она, конечно, ее дошьет потом. Ну, мне кажется, Кореша очень стильно. Я хотела уже длиннее. Длиннее? А зачем тебе длиннее? Ну, длиннее будет сложно не делать. Дольше придется потом распаривать, распаривать. Ну, вот классно. Мне кажется, очень классная длина. Еще что-то подвернуть, если... И как раз топик, если ты еще сумочка, какой-то белый топик сюда купить. Вон, ты будешь... Сумочку тоже купить. Нет, надо сшить своими руками. Так будет гораздо приятней. Мамочка, а ты не хочешь сшить? Я не умею. Хоть ты хочешь сшить, я тоже не умею. Ну, у вас там машинки есть. У нас дома машинки нет. Знаешь, почему она, почему... Ну, в общем... Напишите Корене комментарии. Какая она умничка. Сшет себе юбочку. Молодец. Сок, будешь с Ками? Молодец. Привет, умничка. Любитель она сока. Сейчас открыла я с этой придоне. Со вкусом винограда и зеленого яблочком. И что мне нравится, что эти соки без добавления сахара. Ты прям уже извращаешься. Полулежа, сидя. Ты еще лежа начни пить. Молодец, ты умница. Все, напилась. Теперь попрыгать. Я обожаю холодное время года. Это такое оно уютно, семейно. И особенно в преддверии новогодних рождественских праздников. Во время праздников. Это вообще такое просто наслаждение. В холодное время года мы пьем очень много чая. Я купила такой замечательный заварник. Заварила чай. И здесь у меня лимон, апельсин. Вот нам нравится именно такое сочетание. И липовый мед. Это безумно вкусно и полезно. И у нас каждый день такие вот чайные церемонии. Когда мы покупали подарки в Ашане, мы купили один подарочек детям, чтобы их порадовать. Конечно, выгоднее купить на развес, наверное. Но в коробочке, в такой вот подарочной, мне кажется, им будет намного приятно. С такими вкусняшками мы сейчас будем пить вкусный, полезный чай. Что вы делаете? А, Кирюша, ты что, свой подарок еще не можешь найти? Мой сладкий мальчик. Я ему сказала, что только он тебе сказал, что ему нельзя доверять. Мальчик, потому что ты его дуришь, почему он тебе уже не доверяет? Мой шурзаде, мой маленький. Какой мой шурзаде? Мой принц. Скоро тебе Дедушка Мороз принесет подарки. Кирюша, в воскресенье еще День Святого Николая тебе подарочек Николая принесет. Потом Новый Год. Так, не издевайся над моим сыночком. Не издевайся над моим сыночком. Потом, Кирюша, Новый Год. Потом Рождество. Старый Новый Год. Твой день рождения. Ты уже сколько у тебя подарили? Ты что себе это делаешь? Ты не собачка, это Каринин длинный язык? Это просто шутка. Шутка, да. Это просто шутка. Ой, жир у тебя какой-то. Жир. Скажи, это у меня не жир. Это просто мое пузяно. Пузяно? Красотки маленькие. Малышарики, девочки красивые. Камила, обними Карину. Обними свою сестру. Такие сладкие девочки. Включила здесь такие вот гирлянды. И буду чистить сейчас телевизор, потом зеркал. Потому что такая милочка пасхала, ты пальчиками своими потикает периодически. Кирюша молодец. Делает уроки. Сейчас пишет в прописях. И много задают. Ты что, здесь ошибку допустил? Да. Ну, а почему ты так невнимательна? Вообще, у Кирилла очень красивый почерк. Он аккуратно это все пишет. Спасибо нашему репетитору, Наталье Юрьевне. Она его, конечно, очень хорошо подготавливает. Все написал. Минутка. Запятая. Ну, а здесь пиши отделу час. Да, вот здесь отделу час. Ручку правильно держи, как тебя Наталья Юрьевна учит. Кстати, представляете, вот уже несколько раз он приходит. Кто-то откручивает у него стержни с ручек спинала. Приходит без стержней. Вот сейчас тоже вот взял ручку свою. Стержня нет. Честно говоря, уже задолбалась. Попробовать все ручки. Придется завтра идти купить штук 10. Сейчас у Карины занял. А первый вопрос. Это не важно. А важно, кто откручивает стержни. Кто откручивает, я не знаю. Давай отделу час пиши. Ну, вот, а я откуда могу знать. Но кто-то вот уже не первый раз откручивает. Представляете, так вот в пенале лазают. Я так предполагаю. Откручивает, забирает стержень и ручки без стержни. И вот эту вот страницу, вот эту надо будет тебе написать. А делу дефис. Час. Такие у них прописи. Так, а что ты первую часть с собой-то скажешь? Первая часть уже все у вас закончена. А, еще. Это вам новые какие-то выдали, что ли, что они не закончены еще? А, это старые. Все, вы их еще не дописали по нему. Я сегодня буду красить волосы. И хотела это дело отложить на завтра. Но вспомнила, что у нас же завтра мероприятие. Завтра уже 17 декабря. И я пойду вручать подарочки, которые помогли купить мои любимые зрители. Вот, крашу волосы. Такая вот красочка от компании Reflame. Мне она очень нравится. Качественно изготовлена она в Италии. Крашу уже не первый год. Экспериментирую с разными красками. Но все же возвращаюсь именно к этой краске. Хорошо закрашивает седину. Долго держится цвет. Несмотря на то, что я голову мою каждый день. Очень красивый, благородный черный цвет. Волосы блестят еще просто изумительно. Не портят волосы. Это очень-очень важно, когда вы используете краску для волос. Я недавно в сообществе устроила такой опрос. Красти ли вы или красили волосы во время беременности? И 90% моих зрителей ответили, что красили волосы во время беременности. Я тоже все 4 сейчас беременности крашу и стригу. Мне кажется, когда ты видишь беременную девушку с красивым аккуратным маникюрчиком, педикюр у нее, особенно летний, когда ты в летней обуви. Аккуратно подстриженные волосы, покрашенные они с сединой. Это намного приятнее, чем ты видишь девушку беременную без маникюра, у нее ухоженные ногти, волосы, которые нужно уже подстрижать, как кончики, уже сухие, седель, краска уже смылась. Это смотрится очень некрасиво. Поэтому, девочки, ухаживаем за собой, особенно когда беременные. Карина Кирилла помогает делать окружающий мир. видом роли и на пьесе на такой столичке. Вот здесь. Так, сестричка, молодец. Я, кстати, никогда детей не напрягаю, чтобы они друг другу помогали. А я хочу, чтобы это у них было безвозмездно и от дыши, а не потому, что родители заставили. А что у тебя за истерик? Целый день было хорошее настроение. Что это у тебя за истерик? Это, милочка. А вот у аутистов, да, вот у них всё непредсказуемое. Хорошее-хорошее настроение. И вот, смотрите, к концу вечера всё, она плачет, у неё истерика. И никто не может уйти ничего. И в такие моменты её лучше вообще не трогать, потому что, когда ты её трогаешь, жалеешь, обнимаешь, она ещё больше орёт. Потому что меня вот спрашивали, Аита, почему вы не обнимаете её, да, в такие вот моменты, когда у неё истерики такие. Потому что кому-то нравится, когда его обнимают, да. А кому-то, как Амиле, нет. Тяжело, конечно, когда особенные детки не говорят и не могут сказать, что они хотят, что у них болит, что им дать. Это безумно тяжело, на это всё смотреть мамочкам, да, особенно деток. Это боль, и боль это на всю жизнь. Вот целый день всё хорошо. Вот сейчас к вечеру началась у неё сильнейшая просто истерика. И вот она просто лежала, себе такая спокойная, я думаю, расстилу постель, чтобы ей было комфортно смотреть мультики. Вот. Лежала себе, улыбалась, и в одну секунду начала просто истерически плакать. Смотри, давай я тебе дам вот это вот одеяльце. Я же думаю, заказать уже это одеяло с утяжелением. Наверное, приду к этому. Напишите, пожалуйста, у кого есть такое одеяльце. Камил, ну не на всё, она тоже себя через раз кусает. Вот я её уже больше приучила. Полотенце. Я буду ругать. Вот полотенце кусай. Камил, полотенце. Мы кусаем полотенце. Нет. Мы ручки не кусаем. Полотенце. Вот замена. Рукам у нас полотенце. Ну ты красотка. Ну зачем ты там? Ей, кстати, вот эти вот места не хочется кусать. Ей, видать, здесь больно. Потому что она только к зубам и убирает сразу. Вот кусает она именно вот эти вот места. Знаете, это вот из рубрики «Принятие особенного ребёнка». Ну вот принять, знаете, на сто процентов. О, да, он у меня особенный, да, я его принимаю. Это невозможно, девочки. Вот в такие моменты, когда вот такие истерики случаются, у адекватного родителя душа обливается просто кровью. Да, это не показываешь. Ну вот я вам просто показываю, да, из жизни, что у нас происходит. Рассказываю. Мыска. Ты, мыска. Прям слёзы. У тебя есть лисинки. Моя, моя, моя. Ну вот как это вот принять, да, это боль, это боль родителей. Это же больно видеть такое. Деток, я не знаю, может, я какая-то ненормальная мама. Я вроде как стокиловянный солдатик, но такие моменты очень больно видеть. Нет, мы полотенца кусаем. И вот пока у нее такие истерики, я, конечно, от нее никуда не ухожу. Моя, и себя мы не бьем. Нет. Напишите, пожалуйста, вот мама, особенно деток, вот вы приняли своего ребенка таким, как он есть? Вот я считаю, что мое понимание и мое личное мнение, что можно просто с этим научиться жить. когда не ныть, что нам все обязаны работать, зарабатывать себе, хорошо выглядеть, гулять. Но принять, девочки, это невозможно. Это нереально. Субтитры создавал DimaTorzok